Горожане активно включились в конкурс «Наш белый город». Вчера мы рассказывали о претендентах на победу в номинации «Лучшие частные домовладения» из Восточного округа. Сегодня узнаем, как готовится к конкурсу «Западный округ». Анастасия Милославская ценила одну из семи наиболее ухоженных улиц частного сектора и частные подворья. Подробности в сюжете. Оазис тишины и спокойствия в центре бурлящего жизнью города. Свой райский уголок в китайском стиле семья Прокудиных Светланы и Юрий создают на протяжении семи лет. Сначала строили дом, теперь увлеклись садоводством. Это ива кустовая. Мы ее любим стричь, делаем из нее шарик. Сначала была маленькая, сейчас уже подросла. Это барбарисы. Тоже мы их регулярно стрижем, очень любим. Еще мы сделали такой эксперимент. Купили обычную сосну и решили попробовать сделать бонтай. Никогда этим раньше не занимались. По интернету, по книгам надеемся, что что-то из этого получится. Увидев именно эту клумбу со стороны улицы, специалист западного округа и предложила хозяевам принять участие в конкурсе. Своё домовладение Прокудины представили как китайский сувенир. Замечательные цветы, замечательная клумба, очень интересная хозяйка. Она настолько воодушевлена идеей восточной культуры. У нее весь дом этим пронизан. Светлана по образованию архитектор. Идеи декорирования дома и сада принадлежат ей. Все детали в китайском стиле выполнены по ее эскизам. Несмотря на это, самым любимым местом для творчества, признаются оба супруга, остается сад. Мы в это влюбились. Мы, наверное, всю жизнь к этому и шли, чтобы что-то делать во дворе и за двором. Потому что весны ждем, я не знаю, как чего. Нам мало лета. А тут все каждые почки. Да. Мне кажется, глупо жить в частном доме и не иметь растений, не иметь вообще-то удовольствия, наслаждения. От сдержанных красок китайского сувенира к бушующим цветам сада Галины Черкашиной. Еще одной участницей конкурса название лучшего частного домовладения. Вот бульданыш. Он растет большим кустом. И вот такие большие белые шапки. Ну, сейчас уже немножко, уже недельку, как уже начинает он отсветать. Каждый сезон Галина высаживает новые виды цветов. Неизменными остаются любимые розы. В этом году она насчитала 85 бутонов. За всей этой красотой она следит и ухаживает сама. А вот вечно вышел, там час. Где-то посадил, где-то прополол. Времени занимает совсем немного. Просто нужно, чтобы было желание. Кто выиграет в номинации «Лучшее частное домовладение» пока не ясно. На данный момент заявки на участие уже подали 20 человек. Семь улиц частного сектора западного округа выделили специалисты как самые ухоженные. Третий «Солнечный переулок» претендует на звание одного из лучших. Как-то подобралась вся улица по населению, которая настолько душой разеет непосредственно за то, чтобы их улица носила звание «Лучший». По любым направлениям. Это благоустройство прилегающей территории, это вывоз мусора, заключение договоров на вывоз мусора. Небольшой по протяженности переулок. Чистый и аккуратный. С красивыми домами и скошенной травой вокруг. Только благодаря его жителям этот участок был выбран в числе лучших. Кашу, травку убираю, жена клумбы ухаживает. Смотрите сами, все хорошо. С каждым годом число участников конкурса «Наш белый город» растет. В этот раз горожане подали более 150 заявок по 17 номинациям. Итоги конкурса будут подведены 1 августа. Победители ждут полезные подарки. Анастасия Милославская, Евгений Северинов. К этому часу. Белгород.